Слова молитвы и святая вода. Отец Георгий обходит каждую машину, окропляет снаружи и внутри. Досталось и самим водителям. Теперь на дорогах за ними будут присматривать свыше, чтобы ничего дурного не случилось. Люди, конечно, не всегда справляются с своими обязанностями. Может, не хватает профессионализма, а может быть, спешка наша. Не хватает, нет молитвы, усердия к Богу, просьбы, чтобы сохранить Господь. За помощью к священнослужителям обратились череповецкие инспекторы ГИБДД. Акцию назвали каждому водителю по ангелу-хранителю. Приурочена она ко дню памяти жертв ДТП. С начала года на дорогах погибли 17 череповчан. Сейчас, когда зима вступает в свои права и на улице то слякой, то гололед, справляться с управлением авто подчас совсем непросто. За эту неделю, с 14 ноября, уже зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. За божественную помощь в церковь ежедневно обращаются по 3-4 автолюбителя. В первую очередь, признаются они, это придает уверенности. Я водитель начинающий, у меня совсем мало опыта, и для меня, в первую очередь, это безопасность. То есть, это уверенность в том, что у меня есть защитник, заступник на небесах. То есть, мне так спокойнее. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. Здесь крылатые выражения, как нельзя кстати. Лихача, игнорирующего правила дорожного движения, или любителя покататься под градусом, капли святой воды на капоте вряд ли спасут от аварии. Соблюдать правила, быть внимательнее, ценить свою и чужие жизни. К этому призывают и церковь, и дорожные инспекторы. Учитесь осторожности на дорогах, вниманию. Вперед смотрите, и сзади, чтобы видеть, что там делается сзади, скорость не превышать. Каждый должен помнить, соблюдать правила обязательно, ездить аккуратно, быть внимательным. Ну и, конечно же, пожелать всем водителям, хочется удачи на дорогах.